Предлагаемый видеоролик раскрывает организацию учебного процесса, а также методику проведения уроков химии первой четверти 10 класса ЕМН и ОГН направления. Разделы 10 класса вы видите на слайде. Первая четверть включает следующие разделы строения атома, периодичность изменений свойств элементов и их соединений, химическая связь и стихиометрия. Раздел 10.1а строения атома включает в себя следующие темы атом сложной частицы радиоактивность энергетические уровни и квантовые числа и орбитали и закономерность изменения свойств элементов в периодах и группах. Тема радиоактивность. Цели обучения объяснять природу радиоактивности и применение радиоактивных изотопов, использовать кривую отношения протонов-нейтронов в ядрах-атомах химических элементов для определения устойчивости ядер изотопов и составлять уравнение ядерных реакций. В начале урока проведите мозговой штурм. Предложите учащимся список слов, которые обозначают определенные явления. Предложите им дать определение этим явлениям и ответить на вопрос, для какого явления мы еще не можем дать точное определение. В качестве актуализации знаний вы можете предложить ряд картинок и задать к ним вопрос, о чем вам говорят данные рисунки. Расскажите, что вы знаете о данных событиях. Далее вы переходите к объяснению понятия радиоактивность и к реализации цели обучения использовать кривую отношению протонов-нейтронов в ядрах-атомах химических элементов для определения устойчивости ядер изотопов. Предложите учащимся в парах или в группах выполнить следующее задание. Начертить протонно-нейтронно-кривую для каждого пятого элемента по оси х число протонов, по оси у нейтронов. Также вы можете разным группам дать различные. Для первой группы каждого пятого элемента, для второй группы каждого десятого, для третьей там каждого седьмого. Учащимся необходимо отметить зону стабильных элементов и нестабильных. Как определить? Для этого вам необходимо объяснить им, что ядра выше пояса стабильности имеют высокие нейтронно-протонные отношения, ниже пояса стабильности низкие нейтронно-протонные отношения и ядра с атомными номерами более 84 являются тяжелыми ядрами, которые лежат за пределами правого верхнего края полосы стабильности. Все это вы объясняете по данному рисунку. Учащимся необходимо на основании этого сделать вывод о зависимости стабильности ядра атома от его строения. Раздел 10.1c. Химическая связь включает в себя следующие темы. Ковалентная связь, типы гибридизации с выполнением лабораторного опыта номер один составления модели веществ с ковалентной связью, электроотрицательность полярной связи, ионная связь, теория отталкивания электронных пар, металлическая и водородная связь, кристаллические решетки. Предложите учащимся работу в группах. Им необходимо объяснить образование ковалентной связи в молекуле водорода через диаграмму точек и крестов. Для этого вначале они пишут электронную конфигурацию водорода, отвечают на вопрос является ли стабильным атом водорода, почему водород не встречается в природе в виде атомов и как можно добиться стабильности атома водорода. Предложите им попробовать нарисовать молекулу водорода методом точек и крестов. Тема типы гибридизации. Лабораторный опыт номер один составление модели веществ с ковалентной связью для атома молекулы азота, кислорода и алмаза. На стадии вызова предложите учащимся различные картинки и им необходимо ответить на вопрос, какие ассоциации у вас вызывает слово гибридизация. Далее рассмотрите формы электронных орбиталей и формы, которые они уже знают. Предложите учащимся выполнить задание на примере молекул алмаза, графита, алканов, алкенов и алкинов объяснить, как строение этих молекул влияет на их свойства. Учащимся необходимо составить модели веществ и ответить на вопрос, как насыщаемость связи влияет на свойства веществ. Для реализации целей обучения 10.1.4.7 составляет диаграмму точек и крестов для соединения с ковалентной связью и 10.1.4.9 составляет диаграмму точек и крестов для соединения с ионной связью. Очень важно сакцентировать внимание учащихся на том, что как изображаются ковалентные ионные связи с помощью диаграммы точек и крестов или диаграмма Льюиса. Предложите учащимся в группах выполнить следующее задание. Попробовать составить диаграмму точек и крестов для соединения кальция-хлор-2, хлорида-кальция. В паре обсудить правильность составления диаграммы, описать образование с помощью диаграммы, образования соли, написать структурную формулу образованного вещества и проверить правильность составления своей диаграммы. В качестве усложнения задания, а также дифференциации, вы можете предложить учащимся составить диаграмму точек и крестов для более сложного соединения сульфата аммония. Если они будут испытывать затруднения, помогите им, обсудите и выполните это вместе. В качестве закрепления предложите учащимся составить сравнительную таблицу. В качестве линии сравнения следующие параметры образования общей электронной пары образуются между атомами электроотрицательности, которых сильно различаются смещение электронной пары и 4 соединения. Учащимся необходимо ответить также на ряд вопросов. В каком ряду находятся вещества только с ионной связью, назвать выбранные вещества, указать за ряды ионов, изобразить схемы образования ковалентной ионы связи предложенных соединений и на основании составленных схем ответить на вопрос. Тема теории отталкивания электронных пар реализуется посредством цели обучения 10.1.4.10 использовать теорию отталкивания электронных пар для прогнозирования пространственной формы молекул и ионов. Предложите учащимся выполнить стимулирующее задание, используя воздушные шары, смоделировать различные формы простых молекул. В качестве актуализации знаний и закрепления материала предложите следующее задание – определить тип гибридизации на примере молекулы метана и ответить на вопросы. Обсудите с учащимися основные положения теории отталкивания электронных пар валентной оболочки о том, что конфигурация связи многовалентного атома или иона обусловлена числом электронных пар в его валентной оболочке. Ориентация облаков электронных пар валентных орбиталей определяется минимальным отталкиванием электронов. В качестве закрепления предложите выполнить задание в группах. Определите геометрическую формулу следующих молекул – сероводорода, хлорида-бора, фторида-ксенона и триоксида-серы. Тема «Кристаллические решетки». Цель обучения 10.1.4.13 – прогнозировать свойства соединения с различными видами связи и типами кристаллических решеток. Задайте учащимся стимулирующий вопрос – какое из двух веществ легче расплавить, от чего зависит температура плавления. Для этого у них на столах имеются кристаллики сахара и соли. Для актуализации знаний предложите учащимся устно описать образование ковалентной ионной металлической водородной связи. Следующее задание учащиеся выполняют в группах. Им необходимо раздать карточки или таблицу с формулами четырех соединений воды, алмаза, магния и хлорида натрия. Необходимо указать тип связи, спрогнозировать физические свойства вещества и строение кристаллической решетки. Сформировать таблицу им необходимо самостоятельно. Таблица может иметь впоследствии вот такой вид. Четыре соединения – вода, алмаз, магний, хлорид, натрия. Тип связи, физические свойства, кристаллическая решетка. Обсудите с учащимися основные различия типов связи, строения решетки, физические свойства и примеры для каждого типа связи. Предложите учащимся в качестве закрепления ответить на следующие вопросы. Основываясь на предыдущих знаниях о связях, им необходимо построить кристаллические решетки для предложенных соединений, продемонстрировать решетку для одного соединения и объяснить его структуру в соответствии с планом. Тип связи, вид решетки и физические свойства. А также определить тип связи и вид решетки предложенных соединений. Спасибо за внимание! Также дополнительную информацию Вы можете взять на СМК, где учителя интеллектуальных школ предлагают Вам поурочные планирования.